МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях депутат Чебоксарского городского собрания по Центральному округу, председатель постоянной комиссии по бюджету Владимир Кузин. Сначала смотрим визитку гостя, потом будем беседовать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у нас в гостях председатель постоянной комиссии по бюджету Владимир Кузин. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Михайлович, не будем придумывать тему беседы. Я думаю, что тема беседы уже обозначена названием вашего комитета. Это ваша комиссия по бюджету. Ну и, конечно, главный вопрос. Сколько денег будет в городе Чебоксар в 2018 году на развитие города? Эти цифры уже озвучены давно. Более того, прошли 5-го числа публичные слушания, где участвовали активные горожане в обсуждении проекта бюджета. Но если крупными мазками говорить, то общая цифра бюджета доходов – это 10 миллиардов 198 миллионов рублей. Из них 4 миллиарда 75 миллионов – это собственные доходы. Остальные 6,119 – это безвозмездные поступления со стороны федерального и республиканского бюджета. У нас бюджет дефицитный или бездефицитный? Мы планируем бездефицитный бюджет. Ну вот многие, наоборот, говорят, что дефицит – это не так уж плохо, потому что дефицит – это развитие, там есть заимствование на что-то, на какие-то новые программы, но у нас бездефицитный. Мы почему принимаем сейчас? В прошлом году принимали в период утверждения бюджета, мы принимали бюджет бездефицитный. Почему? Потому что у нас муниципальный долг уже значительный. 2 миллиарда рублей, и поэтому мы сегодня ставим задачу постепенного гашения этого муниципального долга. Тем не менее, я уже сказал, повторяю, утверждали мы 17-й год бездефицитный, сегодня выходим все-таки с дефицитом. Много вещей, много программ, которые необходимо сейчас и здесь сделать, а не завтра, не в следующий период. Поэтому вынуждены заканчивать 17-й год все-таки с дефицитом, а планируем на 18-й уже без дефицита. Жизнь покажет, возможно, в течение года нам придется. То есть главное, чтобы все совпало, да? Владимир Михайлович, на что тогда будут тратиться вот эти 10 миллиардов? Ну, понятно, там 4 миллиарда собственные, 6 миллиардов – это поступление из других бюджетов. Вот на что, какие программы будут реализовываться в 2018 году, чего ждать горожанам? Ну, традиционно более 60% – это более 6 миллиардов рублей – это уходит на социально-культурные мероприятия. Это образование, это культура, кинематография, это физкультура и спорт, непосредственно социальная политика, средства массовой информации. Эти вещи у нас приоритетные, и во все годы предыдущие всегда приоритет этот сохранялся, и цифра не менее 60% в бюджете всегда составляла социальная политика. Ну, понятно, что образование – это прежде всего заработная плата учителей и работников дошкольных учреждений. Здесь на эти цели уходит практически почти 4 миллиарда рублей, и деньги – это практически все поступления с республиканского бюджета, поскольку, соответственно, законодательством – это полномочия субъекта федерации. То есть они проходят через наш бюджет, но деньги – чисто это в соответствии с полномочиями, это республиканские деньги. Но что касается в целом бюджета этого года, он отличается тем, что на протяжении последних, по крайней мере, 5 лет мы всегда утверждали бюджет на начало года значительно ниже достигнутого с уточнениями на конец предыдущего года. Этот год мы заканчиваем по расходной части 10 миллиардов 200 миллионов, и мы планируем бюджет 2018 года уже практически на этой цифре. Ну, там несколько миллионов поменьше, 0,1% поменьше, чем уточненный. Почему? Потому что в предыдущие годы федеральные средства на начало принятия бюджета, они еще предусматривались, но не выделялись. А нынче вот уже… То есть мы уже знаем, сколько поступков. В прошлом году мы 4 с лишним, 4,5 миллиарда безвозмездных поступлений имели. И в основном это касалось только на выполнение вот этих вот переданных нам полномочий со стороны субъекта. Это заработная плата, я повторяюсь уже, да, и некие другие переданные полномочия. Нынче есть уже заложенные средства на начальный период, федеральные средства. Это на строительство школы, на строительство детского сада и на ремонт и реконструкции автомобильных дорог. Вот, поэтому у нас 6 миллиардов, 119 миллионов – это вот безвозмездные поступления на сегодняшний день. Я так понимаю, что в Чебоксарах будет строиться еще одна школа? Или две школы? Мы планируем вообще строительство, заложено у нас в Улске-3. Это уже финансирование открыто. Планируется школа в Садовом. Планируется школа в новом городе. И планируем начать проектирование в Новоюжном микрорайоне, район 14-й микрорайон, это район Ленты. Там тоже планируется проектирование. Но в следующем году, конечно, сегодня будем строить. То есть три школы в 2018 году мы планируем? Начать строить. Из них одна уже финансированы, уже подтверждены федеральные средства. По двум другим стадии прихода денег – это вот как раз те деньги, которые будем мы уточнять в течение года, как ежегодно делаем. И поэтому у нас ожидания в этом году хорошие, что федеральные средства будут дополнительные. И мы с прибавлением по отношению к 2017 году будем развиваться. Ну да, это приятные такие новости, что у нас действительно школы будут. Дороги. Это и детские сады. Детские сады, да. Детские сады также, да. Школа сейчас актуальнее, наверное. Ну да, но тем не менее, сейчас новый микрорайон Соляное, куда мы много населения переселили из ветхоаварийного жилья. Там уже потребовалась тоже инфраструктура. Закладываем туда строительство детского сада. Также проектироваться будет новый детский сад в районе Ленты. И также в новом городе. Владимир Михайлович, ну понятно, да, это вот действительно такие важные социальные объекты, которые нужны в каждом, наверное, микрорайоне, в каждом городе. Ну кроме школ и детских садов нужны дороги. Будут ли у нас строиться дороги? Вот в этом году же у нас была масштабная программа безопасной качественной дороги. Это на Чебоксарскую агломерацию. Ну, там, сумма достаточно была объемная. В следующем году, в 2018 году будут такие же средства, будут больше. И что мы будем делать? У нас средства уже выделены, имеются на строительство автомобильных дорог. Это 898 миллионов рублей заложено в отрасли национальной экономики. Ожидается. Ну, вы уже видите, да, значит, Московский мост у нас половина... То есть, в первую очередь была запущена в этом году. Идет активное строительство. На эти цели также выделены средства. Это самый основной, наверное, наиболее крупный масштабный проект, который будет в 2018 году реализовываться. Дальше новые дороги планируются строиться в новых микрорайонах. Это тот же 14-й микрорайон. Это уже новый застраивающийся микрорайон Солнечный. Так же будут в Новом Городе предполагается уже строка. Это новые дороги, да? Да. А реконструкция? Реконструкция так же будет продолжена. Ну, вот в этом году достаточно масштабно прошла реконструкция и ремонт дорог в Чебоксарах. Вот вы как-то следили за эту ситуацию? Конечно. Наверное, каждый житель в этом году заметил. Вы довольны, как прошла, как администрация работала над этим проектом? Ну, я думаю, что больше всего оценили жители. Хотя, конечно, оценки были разные. Люди, порой обыватели, недовольны тем, что любой ремонт какие-то недовольства представляет. Но, тем не менее, результат он все-таки показался налицо. Я думаю, не только депутаты, но все жители довольны. Все-таки средства достаточно большие, как никогда. И тогда, в последние годы, да. Владимир Михайлович, ну вот вы упомянули уже ранее вопрос с аварийным и ветхим жильем. Да, действительно, в этом году Чебоксарам и, в принципе, Чувашии в целом удалось завершить федеральную программу по переселению из аварийного и ветхого жилья. И, в принципе, практически без замечаний все было выполнено. Но ведь все равно в городе остается достаточно жилья, которое не признано аварийным. Но по факту таким является. Как мы будем в 2018 году работать с этими людьми? Может быть, надо что-то предпринять? Есть ли средства в бюджете? Вот что-то продумали депутаты по этому вопросу? Сегодня депутаты как раз и выходят с такими предложениями, что нужно предусмотреть дополнительные средства. Сегодня не утвержден еще бюджет. Сегодня еще идут дебаты. Были предложения во время публичных слушаний. Действительно, эта проблема еще есть. Почему? Потому что действительно есть дома, которые не вошли в программу, а их достаточно. Но это уже не тот масштаб, который был в течение трех лет. Практически мы большую часть перевезли в новые дома. Но, тем не менее, и жизнь идет, с одной стороны. На тот период, когда фиксированы были эти дома как аварийные, может быть, существующие нынче уже переходят в аварийные. В то время были вполне приемлемы в рамках. Жизнь идет, и поэтому фонд имеет свойство стареть. Поэтому будем искать возможности. Но сразу скажу, что городу одному справиться с этим будет нелегко. И мы рассчитываем на то, что, естественно, будет помогать республика и федеральный бюджет также. Но для этого нужно будет новую программу. Да, наверное. Раз в месяц сюда приходят ваши коллеги, депутаты, и практически каждому я стараюсь задать такой вопрос. Может быть, нам стоит замахнуться повыше на такую же программу, как в Москве, на переселение из хрущевок? Ведь у вас в центральном округе тоже достаточно хрущевок. Люди, наверное, обращаются такими вопросами? Обращаются. Что говорят? Ну, знаете, замахнуться, как Москва, каждый город, наверное, мечтает. Не зря говорят все деньги в Москве. Поэтому, ну, может быть, не в рамках этой передачи было бы, но, тем не менее, хотя бы чуть-чуть затрону. У меня такое ощущение складывается, что в Москве там и не знают, куда деньги девать. Мы тоже часто ездим в Москву, у нас близкие люди живут. Да, и они видят, как практически еще вполне нормальное покрытие заменяется сегодня современным уже таким гранитным покрытием. Ну, знаете, у нас пока, к сожалению, не хватает для того, чтобы все дороги асфальтом закрыть. Поэтому замахиваться всегда хочется, но живем-то по средствам. Естественно, я уже повторяюсь еще раз, многие программы невозможны сегодня без федерального бюджета. Наши собственные средства – 4 миллиарда. Их хватает только на текущие дела, на содержание учреждений, социальной политики. Все возможные адресные инвестиционные дела мы можем при условии софинансирования, чтобы наша была доля в пределах 10-20%, остальное мы вынуждены просить у республики и генерации. Владимир Михайлович, ну вот вы говорите 4 миллиарда – это собственные доходы города, налоги, поступления различные. А нет тенденции увеличения поступления собственных доходов? Может быть, есть какие-то прерывные проекты, может быть, планы на эти проекты? Вот сейчас как экономика развивается, Чебоксар? Экономика сейчас развивается стабильно. Но нет никакого прорыва, к сожалению. Сейчас только предприятия оправляются после кризиса. Сегодня сказать о том, что пошел рост, сложно. Если 4 миллиарда с небольшим у нас собственные доходы, из них 2 миллиарда 775 – это налоговые поступления. Налоговые поступления, которые в основном складываются из налогов на доходы физических лиц, плюс вмененный налог и налог на имущество. Эти налоги, естественно, растут с ростом благосостояния как предприятий, так и населения. А остальная часть наших поступлений собственных зависит от муниципального имущества, которые каждый год, в связи с тем, что есть федеральная политика о том, чтобы избавляться от непрофильного актива, мы продаем как земли, так и недвижимость, ежегодно продаем и сдаем в аренду. И эта часть казны, естественно, каждым годом уменьшается. И поэтому упор в дальнейшем делать только, возможно, на налоговое поступление. А налоговое поступление – это инвестиции в экономику. Про что я и говорю. Этим занимается и республика, этим занимается и город на постоянной основе. Но, знаете, вот такой масштабный кризис, который двойной, уже 2008-2009 год, потом сразу наступил 2014, и пока еще отголоски этого кризиса не прошли. Ощущаем, да? Да, не прошли еще, и всячески имеются программы поддержки малого бизнеса, имеются различные другие программы у Министерства экономики. Но они дают результаты, но такого, чтобы прорыв был, чтобы у нас налоги поднялись в разы. Такого пока нет. Владимир Михайлович, в течение года, 2018-го, бюджет может увеличиваться? Уточнения еще будут? Будут. Какие-то поступления, да? Я вот уже сказал, у нас закладываются определенные строчки в бюджете на строительство школ, на строительство детских садов, в расчете на то, что предварительно мы уже понимаем, что вот на эти вещи деньги будут поступать. Но сегодня их, на данный момент, их пока нет. И мы надеемся, как и в предыдущие годы, будет уточнение и не один раз в течение года. Да, и заложим мы не одну школу в Чебоксарах в 2018-м году, а как минимум три. И садики. Да, мы три замахнулись на строительство, а четвертый – будем готовить проектно-сметную документацию для того, чтобы уже начать строительство в 2019-м году. Спасибо большое, Владимир Михайлович, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я действительно надеюсь, что бюджет города будет расти, и у нас хватит средств на различные программы для того, чтобы жить в Чебоксарах стало еще лучше. Все будем надеяться на это. Спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо, и вас тоже. Я напомню, что сегодня в студии программы «Актуальное интервью» был депутат Чебоксарского городского собрания по Центральному округу, председатель постоянной комиссии по бюджету Владимир Козин. Благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова